В каждом амбулаторно-поликлиническом учреждении города Минска и уже в Республике Беларусь ведется в электронном формате медицинская карта амбулаторного пациента. Вся информация о пациенте вносится в электронные ресурсы учреждений и хранится на сетевом хранилище. Затем выводится на бумажный носитель и вклеивается уже в бумажный вариант амбулаторные карты. На сегодняшний день в столице практически все амбулаторно-поликлинические учреждения для взрослого населения обеспечили своих врачей, ведущих первичный амбулаторный прием, электронно-цифровыми подписями, что позволяет соблюдать все требования к электронному документу, как оформлять рецепты врача, так же и выдавать медицинские выписки или медицинские справки. В настоящее время все-таки акцент делается на выписку рецептов врача в электронном варианте, с электронной цифровой подписью. Другой вариант возможности формирования взаимодействия между пациентом и врачом – это формирование и открытие личных кабинетов пациента в амбулаторно-поликлинических учреждениях, когда опять-таки с помощью пластиковой карты для медицинского обслуживания пациенты могут получать доступ к своей электронной амбулаторной карте и наблюдать все выполненные диагностические исследования, результаты анализов, вызова скорой медицинской помощи, эпидезы из стационара и факты обращения за медицинской помощью, а также все выписанные и отоваренные рецепты пациентам в аптеке. В том числе они могли формировать выписку из амбулаторной карты, но, правда, для ее официального подтверждения необходимо было обратиться на прием к врачу и зарегистрировать ее в журналах, то есть осуществить административную процедуру по указу 200. Еще одним вариантом соемодействия между пациентом и врачом на удаление телеконсультирования – это все-таки формирование телемедицинского консультирования в виде дистанционных моментов или онлайн-консультирования, которые осуществлялись, они чаще всего есть на каждом сайте амбулаторно-поликлинических учреждений, и там в большей степени можно задать такой организационный вопрос, но на сегодняшний день, например, рассказать о том или показать, какие у меня высыпания, что мне нужно делать, в таком варианте это будет просто ответ врача или медицинского работника, потому что все-таки обратитесь в палитринку на прием к врачу, либо вызовите врача домой, в зависимости от самочувствия, либо тех симптомов и жалоб, которые предъявляют пациент. Возможно, в перспективе мы решим скоро этот вопрос, и будет телеконсультация врач-пациент, такая же, как сегодня осуществляется широко используется телеконсультация врач-врач. Когда пациента мы можем консультировать заочно, два врача между собой, которые находятся в различных организациях здравоохранения, и официально отформляется консультация консилиум с получением заключения.